Всем привет, ребята, с вами Rears, мы продолжаем играть в ARK Survival of Wolf, и сейчас мы находимся на локальном сервере, чтобы заценить обновление 255. Проект ProArk это три сервера, объединенных в один кластер. Центр, Айланд и Выжженная Земля, между которыми можно перемещать животных, ресурсы и персонажей. Самый низкий пинг, топовое железо, отсутствие лагов, только полезные моды, рейты x3 на все, x4 на выращивание и разведение, интересные и частые ивенты. Отзывчивая администрация, стабильность сервера проверена долгими стримами и множеством записанных серий на нем. Смело могу порекомендовать вам этот проект, сам на нем играю уже не первый месяц. И для подписчиков моего канала есть скидка 20% в данном магазине сервера, чтобы получить скидку укажите при покупке промокод REARS. Также проект ProArk каждый месяц в группе ВКонтакте проводит розыгрыш игр, например ARK, Rust или Conan. Подробнее узнать про сервер вы сможете пройдя по ссылке в описании. И что же добавили в этом обновлении? Добавили в нем полноценный сет тег построек. Вот сейчас вы можете его наблюдать. Бегемоты. Выглядят они вот таким вот образом. Новые бегемоты. Прочность у них, давайте посмотрим. 20 тысяч. По-моему, у обычных такая же прочность. Это именно у рамы. У дверки у самой, давайте посмотрим. Да, у дверки та же самая прочность, но единственная фишка, они дамажатся меньше. То есть по ним проходят меньше урона, но не всем оружием. Допустим, тег винтовка по тег структурам дамажит намного больше, чем будет она дамажить по обычным металлическим структурам. Вот так вот это устроено. Одним зарядом, тег винтовкой на 100% она сейчас заряжена. Даже половины обоим, по-моему, можно пробить стеночку. Мы это проверяли на стриме, но единственная проблема будет вот этот вот замечательный щит. О нем мы тоже сегодня поговорим. Смотрите, ребята, так работает включенный репликатор. Здесь у нас построена небольшая база. Ну так, давайте сразу заценим, как выглядят пилары. Выглядит довольно-таки интересно. Ну вот так выглядят фундаменты. Фундаменты, похоже, не знаю, на какого-то трансформера, что ли. Так и кажется, что они сейчас бах-бах-бах разберутся в какую-нибудь хиробуру. В какого-нибудь здоровенного паука или какую-нибудь машину приходится и поедут куда-нибудь. Ну реально такая анимация. У меня анимация у них какая. Сама структура, сама текстурка на них наложена. Рельеф вот этот вот весь. Он просто выглядит офигительно. Реально офигительно. Смотрите, какая щель. Можно кричать в нее. Эй! Эй! Это потолок. И стеночки. Мне очень понравилось, как выглядят стенки. Они реально сделаны офигительно. Каждый предмет, он с подсветкой. Подсветку эту можно красить в любой цвет, который вы захотите. Таким же образом, как и на ТЭК-броне. Настройки, кстати, графика у нас сейчас на максималочке. Давайте покажу вам. Все выставлено на максимум. Я убрал блики. Давайте включим их, эти блики. И поиграем немножко с бликами сегодня. Посмотрим, как это все выглядит. Ну, отсвечивает очень сильно и хреново видно структуры эти. Но спасая это от засветки, черная краска. Красить можно тоже абсолютно в любой цвет. Красятся они точно так же, как и любая другая поверхность, любая другая постройка. Но единственная фишечка у них еще, по-моему, на двойку идет освещение. У ТЭК-броней идет освещение на шестерочку. У ТЭК-винтовки тоже на шестерочку. А у построек именно на двоечку. Менять можно им подсветку. Давайте посмотрим, как это выглядит в ночи. Поставим сейчас время ночное. И все это дело светится просто в темноте. Зацените. Зацените. Просто офигительно, ребята. Офигительно. Давайте взлетим. И заценим, как это выглядит. Это просто жесть. ТЭК-структуры намного детализирования. Обычных металлических. У них больше всяких элементов находится. И за счет этого, если строить большую базу из этих ТЭК-структуры, они будут еще сильнее тормозить. Ладно, давайте включим. Давайте зайдем внутрь еще. И посмотрим, как это все выглядит. Так вот выглядит щит. Это персональный телепортер. Трансмиттер. Он здесь называется. Его, кстати, можно использовать как телепорт. Мы на ProArc построили себе два таких. И, наверное, когда-нибудь я выпущу серию, что мы с ним делаем. Это реально крутая тема. Ладно, давайте включим день. Закрывайся дверкой. Тут она немножко уже продамажена, текстуры, структуры. Потому что я немножко пострелял из винтовки на стриме в эту базу. Пострелял в нее из разного оружия. Если хотите отдельный ролик про ТЭК-структуры, про ТЭК-щиты, сколько, какое оружие наносит урона, то ставьте обязательно большой палец вверх и оставляйте свои комментарии. Давайте соберем... Давайте соберем 500 лайков. Я думаю, у нас это получится. И я выпущу ролик с разбором, с полным разбором оружия. Что, как, где, когда и какое лучше использовать для этой ТЭК-постройки. Если вам интересно, конечно. Ну что ж, давайте дальше приступим к осмотру. Вот так выглядит крыша наклонная. Она выглядит просто охренительно. Ребята, посмотрите. Сталь. Вот реально смотришь на нее и сталь сталью. Закаленная. Немножко потертое где-то. Но, сука, сталь. Выглядит просто супер. Как настоящая. Вот отсюда, если смотреть, на все эти потертости, на прочую фигню. Ну, реально выглядит как настоящая. Просто супер. Давайте выключим все-таки. Все-таки выключим лучи. С ними, конечно, прикольно играть, но ни хренашеньки не видно. Вот так вот выглядит все это дело. Здесь у нас идут перила. Ну, перила ни о чем особым не отличаются. Тоже здесь подсветочка. Единственной подсветки нет, по-моему, только у крыши. А, нет, смотрите, есть на боковушках она. А, нет, нету. Да, реально у крыши нет подсветки. А у других всех элементов она есть. Зацените, как выглядит пол. С таким налетом небольшим, с покрытием. С полимерным, видимо, да? Потому что в этих постройках содержится полимер. Давайте посмотрим на обычные стенки. Кстати, вот такой вот луч бьет, когда вы включаете трансмиттер персональный. Бьет он высоко в небо. Видно его, ну, не на большом расстоянии, но не как обелиск, допустим, с любой точки мира, с любой точки карты его видать. А видно его, а, ребята, ну, так же, как и видно базу на таком же расстоянии. Ну что ж, погнали внутрь. Здесь нужно приседать, потому что текст структуры, конечно, это круто, но никто не отменял высокий челдан или здоровенный чердак на голове. Что так назвать? Ну, блин, ну, по идее, должен проходить. И это все из-за того, что когда ты ставишь этот дверной проем, у него нет верхушки, низины. То есть, если сверху что-то еще стоит, это дверного проема, помимо стенки, то проходить только на карачках. Спускаемся вниз. Так выглядит рампа. Тоже выглядит круто. С такими резиновыми прослойками, полимерно-резиновыми. И здесь у нас лестница. Ну, лестница как лестница. Такой пиларчик, и от него идут такие вот ступенечки. На лопасти похоже. Было бы прикольно, если бы можно было менять им направление, допустим. Нажал кнопку, она шух, перевернулась на другую сторону. Но такого сделать нельзя. Это окошки. Тоже выглядит круто. Не, ну, детализировано просто все офигительно. Видите, как можно выходить через окошко? Это просто трындец. Ну, так, конечно, можно выйти и через любое окошко, и зайти через любое окошко. Но почему-то получается это сделать только из дома. В дом зайти не получается. Давайте заценим еще раз. Оп, на карачки сели и пошли. Можно это сделать и без ботинок. Давайте ботинки снимем. Попробуем это сделать без ботинок. Выйдет, не выйдет? Да, точно так же выходит и без ботинок. Одеваем ботинки. Одели. Отлично. Не, ну, окна классные. Еще мне больше нравится двери. Двери это просто что-то с чем-то. Смотрите, как они реализованы здесь. Все переливается, меняется цвет. Изначально они вот такого же цвета как бегемоты. Я их покрасил по-моему в черный или фиолетовый. Или в красный это было покрашено и вот такого цвета они приняли почему-то, вдруг. Непонятно почему. Ну да ладно. Давай, закрывайся. Давай получше тебя осмотрим как ты выглядишь. Выглядит что просто божественно. Зацените. Все переливается. Все движется. Преломляется свет под углом. Вот эти вот как их назвать то даже соты из которых она состоит они меняют форму свою. Когда сама дверь вся эта фигня меняет свой наклон. Смотрите. Просто смотрим вид сбоку и видим что это не просто гиф анимация наложена на текстуру а это уже полноценная 3D модель которая изгибается в разные стороны. То есть дополнительная анимация и по сути дополнительная нагрузка идет на ваш ПК. Вот так торчат пилары. Дверь кстати можно отключить чтобы она автоматически открывалась закрывалась. Давайте это сделаем. Окей я застрял в ней. Это круто. Do not auto open. Открыли. И она сразу закрывается. Ладно. Don't stay open. Зашли. Они не закрываются. Нажали. Закрыли. Но мне больше нравится автоматическое. Auto open. Включили. И бах. И просто за секунду. То есть у вас не отнимается время на открытие дверей. Они открываются мгновенно. Давайте даже на супер спринте сделаем это дело. Погнали. Так не успел сука. Не туда зашел немножечко. Вот на супер спринте бах и ничего не мешает нам чтобы пробежать через эти двери. Абсолютно ничего. Даже доли секунды не было. Задержки никакой. То есть они открываются просто автоматически насколько это возможно. смотрите. Бах. Да блин. Опять залетел немножко не туда. Давайте так прицелимся. Бах. Видали да? Это просто жесть. Бах. Ну сейчас я немножко в косяк влетел. Опять в косяк влетел. Ну думаю вы поняли суть. вот пролетели мгновенно просто. Бах отлично зашли. Ну собственно почти все посмотрели так выглядит лесенка. Лесенка выглядит тоже забавным образом. Жаль ее нельзя собирать. Давайте попробуем залезть. Может у нее есть какие-нибудь настройки у этой лесенки. Разрушить и лезть вниз. Это у нас люк. Давайте сделаем для люка закрывашку из репликатора пока у нас работает. Закрывашка для люка выглядит вот нет 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 так виду так трэп дурном надо ее замутить. И пока мы здесь находимся давайте посмотрим из чего все это дело делается. На катволк на мостик нужен нам смотрите 72 металла один элемент 40 полимера и 20 кристаллов. Очень затратно будет всю шить такими катволками чтобы ставить на них турели про турели мы потом еще отдельно поговорим потому что собираются так турели вести в игру смотрим сколько стоит почему катволки стоят дороже чем потолки это как-то очень странно неравно ценно немножко на все постройки практически на все постройки нужен элемент на двери нужно 20 элементов это бегемоты здесь нужно два элемента на обычное окошко один элемент практически на каждую постройку нужен элемент кроме лестницы на лестницу почему-то элемент не нужен 125 металла и цемент на пасты по-божески что стоит эта лестница на треугольники тоже не нужен элемент да в принципе смотрите не так уж и много стоит по металлу в принципе стоит даже меньше реально она даже меньше стоит чем обычные железные постройки давайте посмотрим сколько обычная крыша наклонная стоит сравним все это дело так смотрели мы а ну здесь 5 понятно 5 окей так где нас наклонная крыша вот она 35 и 10 пасты здесь сколько стоит здесь нужно 35 и тоже по-моему 10 пасты там не видно немного 12 немножечко побольше металла внутри будет кристалл полимер элементы на стенку смотрите что нужно на аккорный проем 30 металла 15 полимера 5 кристаллов и 1 элемент уже пошел элемент у нас дело дверной проем тоже нужен элемент 30 металла 15 полимера 5 кристалла то есть вам чтобы построить такой дом нужно дохренища полимера кристаллов ну и само собой элемент везде нужен практически элемент некоторые предметы стоят так же как и другие другие на пилар на пилар почему-то нужно 60 металла я не понимаю почему давайте посмотрим на фундамент 100 металла 45 полимера 20 кристаллов и 1 элемент ну это жесть целых 100 металла на 1 фундамент на обычный фундамент потом не надо всего ничего там надо 80 или 75 что-то такое металла давайте сейчас глянем на обычный фундамент да 50 вообще даже надо металла цементной пасты 15 ну да здесь уже немножко отличаться начинают все эти штуки дрюки элементов смотрите дальше давайте посмотрим сколько стоит щит щит сука стоит 150 жемчуга 800 полимеров 75 элементов 5000 металла просто сука 5000 металла 600 кристаллов металла конечно требует он до хренища представленный трансфер сколько стоит 22 с половиной тысяч металла стоит это просто в два раза больше ресурсов требует чтобы его создать и это жесть ребята это жесть ну это щит того стоит пойдемте теперь рассмотрим щит возьмем конечно же сейчас сначала с собой где там она у нас делается она кстати крафтится по 4 штуки почему-то трепдоры смотрите я выбрал одну скрафтилось 4 и давайте посмотрим сколько ресурсов она требовала из 40 кристаллов 16 полимеров одного элемента 4 штуки делаем двери смотрите посмотрим окошечко сколько крафтится давайте сделаем окошко бегемоты мы видели уже одна штука это тоже по-моему одна штука крафтится а этих крафтится по-моему две двери сейчас посмотрим давайте смотреть да 4 окошко скрафтилось опять один дина гейт скрафтился и 4 тег двери неплохо и теперь буферку если сделать такую блин нужно сделать будет обязательно буферку из так построек попробовать это замутить мне кажется что все получится если делать по такому же принципу потому что так постройки они по-моему даже меньше а нет они потолще будут немного ребят смотрите чем обычные двери обычные железные постройки да если хотите увидеть такой ролик ребята буферку именно бункер из многослой из так брони пишите об этом в комментариях я выделю время и замучу такой ролик мне самому интересно получится такое реализовать или нет ладно пойдемте поставим люк уже это чертов поняли мы что вот эти дверные проемы и прочую лабуду очень хорошо можно крафтить и ресурсы будут оставаться ну-ка давайте демолиш теперь и посмотрим сколько она требовала сколько нам 5 кристаллов 2 полимера даст ну понятно элемент элемент не возвращается задемолиш построек очень жаль вот так выглядит мостик похож на какой-то не знаю спойлер сука тачки от крутой который торчит из дома и на эти мостики будут ставиться турели будущие которые добавят следующим не следующим но наверное через обновление теперь посмотрим на то как выглядит этот чертов щит стоит он 5000 металла и дохранища других ресурсов на починку этого щита элемент не нужен то есть можно его чинить обычными ресурсами то есть из тех которые он делается кроме элемента и в принципе все вся броня все оружие оно так и чинится без использования элемента то есть смотрите полимер слиток металлок и стал черный жемчуг нужен на починку этой винтовки у него 100 слотов у этого генератора генератора щита он расходует примерно один элемент в минуту ну это примерные подсчеты и включается он спустя 5 минут то есть вы его поставили этот щит нажали включить давайте выключим сейчас включим вот так он выглядит в выключенном состоянии похож на какой-то зигурат выглядит круто ребята так выглядит трансмотор персональный трансмиттер такая вот штукенция вот включили и включаем этот барьер и он будет активен только через 5 минут зачем это сделано а затем что когда вас будут вас подловят в этом моменте когда у вас будет выключен щит чтобы вы не смогли мгновенно его включить чтобы у нападающей стороны был небольшой шанс зарейдить вашу супер мега постройку но она не такая уж и супер мега без этого щита потому что если у нападающей стороны есть винтовка то с этой винтовки с одной обоим и пробивается стенка в x1 зоне давайте это продемонстрирую вам сейчас у нее 10 тысяч да 10 тысяч стреляем один разочек в нее и смотрим сколько отнимается отнимает 200 за выстрел ну 185 начинаем шмалять по ней просто перегрев у пушки ну заодно обоим я конечно погорячился осталось у нее 700 это еще 2-3 выстрела давайте зарядим 1-2-3-4-5 и вся стенка сука рухнула у нас то есть получается за 110 процентов заряда этой винтовки можно раздраконить стенку и эта стенка просто даст вам шанс зайти в дом так снаряды не сбиваются турелями обычно вот эти вот выстрелы они не сбиваются турелями так что вы можете легко раздраконить такую базу но если включен щит а он включится у нас через 5 минут то по щиту вы наносите примерно такой же урон но у этого щита 250 тысяч жизней и чтобы его пробить с этой пушечки нужно перевести очень много элемента и я думаю вы эту пушечку просто угандошите свою пока будете убивать этот щит чем же этот щит лучше всего дамажить лучше всего дамажит его сука титанозавр титанозавр в этой игре дамажит абсолютно все дамажит тэг постройки дамажит этот чертов щит в общем все делает всю грязную работу взрывы по нему бьют не так уж и много макс сишка по моему максимальный урон на нему намочит это 700 на его полное уничтожение там нужно около я не помню сколько сишек но довольно таки приличное количество этих сишек то есть в принципе в теории этот щит можно зарейдить если сильно постараться как и любую другую базу все зависит от количества ресурсов у нападающей стороны осталось 2 минуты у нас до включения и давайте пока обсудим немножко будущее обновление которое добавят еще в будущем в будущем ребята хотят добавить телепорт персональный но он по сути уже есть если у вас есть два таких вот трансмиттера ставите один в одном месте другой в другом месте и через трансфер данных переноситесь по этим по этим штукам путешествуете ну не сами конечно путешествуете а переносите допустим животных и ресурсы очень удобно при помощи этой штуки артефакт из пещеры доставать допустим либо еще что-то у нас вчера ребята с каждой пещеры по 50 по 60 артефактов вытащили просто стоят и трансферят заходишь в пещеру ставишь рекса туда в эту пещеру через телепорт через персональный единственная проблема его подобрать нельзя этот телепорт на обычном сервере то есть просто вы в руки взять не можете но на модовом с плюс структурами при помощи пистолетика у него пуляете этим пистолетиком он просто собирается вам в инвентарь этот телепорт и достаточно вам два для похода по всяким пещерам если хотите пройти конечно его на рексе на прокачанном ну и заодно рекса прокачать и пройти пещеру просто спокойно так вот пытаются добавить в эту игру очень много всего интересного в следующем обновлении уже анонсировали щит точнее не щит а генератор подводные базы генератор я не знаю что он будет делать видимо будет какой-то улучшенный генератор больше слотов будет и будет тоже скорее всего работать от элемента и добавить пещеру в которой будет этот элемент формиться без походов на босс пещера будет подводная скорее всего по-моему она подводная будет и к этой подводной пещере добавят разведение морских животных чтобы люди могли себе вывести хорошую морскую тварь чем нам придется заниматься ребята в будущем в файлах игры нашли турель турель это просто что-то с чем-то ребята и она скорее всего будет стрелять через щит и скорее всего эта турель будет сшибать вот эти вот патроны будет на них реагировать но они летят очень быстро вряд ли турель сможет переключиться на них и добавят машину для клонирования я не знаю что это будет зачем она нужна но можно будет создавать копию животных своих вроде как там будет какой-то шанс что все это дело может сука разрушиться то есть ваше животное может просто пострадать от неудачного клонирования и вы можете его просто взять и просрать не знаю зачем нужно клонирование если можно сделать сука яйцо или спарить двух видов животных и по сути то же самое клонирование если у вас хорошее поколение там выведено не знаю зачем может оно пригодится но посмотрим когда оно будет итак щит активный нужно нам его починить хотя давайте так сделаем 225 тысяч у него 898 урона здоровье 898 смотрим стреляем разочек урон у него 713 то есть то с чем-то она дамажит эта винтовочка ну собственно вот так вот он активировался этот щиток и расходует теперь по одному элементу в минуту давайте еще мы подложим потому что он что-то слишком много уже сожрал за это время по одному элементу в минуту расходует и в принципе если у вас этого элемента до хрена то этот щит вы можете использовать уже как ОРП систему встроенную в игру этот щит довольно сложно пробить никакое животное кроме титанозавра пробить не может я по-моему уже про это рассказывал я сука не помню рассказывал или нет его можно чинить то есть если идет атака на вас если у вас есть ресурсы вы в нем сидите просто в этом щиточке и потихоньку его чините а противник пытается его пробить по-любому есть какие-нибудь уже баги не баги чтобы через этот щит можно было пройти при помощи там каких-нибудь платформ кицали и прочей херни забаговки ну и разных таких приколов чем любят пользоваться там всякие разные рейдеры за что их потом просто берут и банят на официальных серверах за такую херню ну в общем как-то так есть всякие приколы чтобы его можно было преодолеть я наверняка ну наверняка по-любому есть это же арк тем более находится игра в раннем доступе технология новая щит и дыр в ней тоже будет до хрена через этот щит никто не может пройти то есть вас будет просто отталкивать от него если вы из другого трайба вы не можете через него тупо пролететь турели ваши вроде как стрелять не будут но нужно будет нам поставить просто турели это я думаю сделаю в следующем ролике это будет боевой такой ролик про рейд тег постройки как ее можно зарейдить ну зарейдить ее думаю не сложно стек винтовочки но единственная проблема стек винтовка сет что элемент не переносится между серверами если вы допустим у вас трайп занимается тем что ходит по серверам и рейдит то стек винтовочки у вас вряд ли это получится сделать если вы не сходите и не наформите себе элемент именно на том сервере на который вы трансфернулись ну что элемент не переносится и все ваши старания по фарму этого элемента чтобы красивый рейд замутить сводится просто на ноль но зато если к вам придут ребята вы сможете хорошенько обороняться при помощи всех этих тег инструментов ну что ж ребят давайте подведем итоги что мы имеем на данный момент мы имеем новые постройки которые пробиваются старым арсеналом не так быстро как предыдущий тир как железо то есть по сути нам добавили следующий тир и цель чтобы всю свою базу переделать в этот тир нужно ли это сделать ну я думаю если у вас буфер как хотя бы первый слой нужно будет замутить по любому из такого из тег брони из тега армора да это даст вам дополнительную защиту для вашей базы во время нападения на нее это сыграет вам на руку просто вы сможете прожить подольше и будет у вас больше времени для ответной атаки так сказать закатать в первый слой если у вас база довольно таки большая ну не так уж много ресурсов у вас идет если у вас страйп топовый хороший а если вы соло игрок то вы и не увидите никогда такую броню такой такую постройку потому что на сервере не в одиночной игре соло убийство соло фарм элемента пока что на данный момент ну просто нереальный у вас в одно жало просто не хватит времени чтобы убить босс допустим вы там будете делать все по тактике но тупо не хватит времени чтобы у василий ну хотя если ходить на какую паучиху первого уровня либо на ну не первый уровень на паучиху легкой сложности да в принципе ее можно расстрелять его нажала но это только с красного гранатомета а сейчас гранатометов нет градации цвета так что не знаю ну соло будет сложно сделать на локальном сервере это предусмотрено на локальном сервере режется хп на 60% по моему животного и вы можете по сути в одном рекс в одного рекса ушатать любого босса при должном желании и при правильно прокачки и выращивания ну если вы соло игрок играете на чисто на своем сервере в одиночку да ресурсов она требует много чтобы открыть это так постройки нужно будет вам опять сходить на всех боссов убить но если вы занимаетесь фармом боссов это думает вам большого труда не составит для топ трайбов это как бы дополнительная мощь где так постройки больше чем уверен что сейчас все топовые трайбы пойдут себе делать этот чертов щит потому что он на данный момент это лучшая защита вашей базы представляете просто влетает в вас какой-нибудь птер суицид бах 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 включили барьер 5 минут побери с ним он включается и просто все кто у вас на базе уже находится бегает по территории по вашей базе просто выкидывает в сторону и куда-нибудь на турель там садит садят и все и их просто расстреливает но единственное минус турели которые поставлены на этом доме не будет стрелять но это же не проблема можно поставить блокпосты все бы такие вас в разные стороны их поставишь вокруг ну вот докуда радиус идет этого счета и по радиусу счета ставишь турельки все будет окей и дополнительная защита тоже в общем много всего там интересного с этими так постройками при дималише не добывается элемент это сделано за того чтобы не смогли трансферить все это дело на серваке есть не могли обузить трансфер элемента не на крафт и себе дофигища структур дофигища какой-нибудь сделать себе предмет который будет вам ну вот максимально дает больше всего требует элемента давайте посмотрим это скорее всего репликатор 75 требует и трансмиттер нет это ищет требует 75 остальное все требует по мелочи 40 20 20 20 20 то есть два этих предмета вы когда где малышите вам элемент не возвращается то есть элемент вы уже не сможете трансфернуть между серваками ведут пещеры там скорее всего будет способ чтобы фармить этот элемент уже непосредственно в пещере ну думаю ребята которые держат рай который держит сервер заблочит эту пещеру в первый день когда мы только выйдет и все хрен его знает хрен его знает надо смотреть какие сейчас будут войны эти будет ли у кого-нибудь вообще такие базы кто-нибудь будет их вообще строить но скорее все будет когда разработчики дальше уже будет вводить способ получения элемента как обычно станет легче этот способ и со временем все будут в этой броне бегать все будут такие постройки уже строится в общем все как обычно ну что же давайте наверно закругляться будем и так уже видео долговатое получилось и у нас по сути одна болтология размышления и теорий крафты и диванная аналитика больше ничего в этом видео не было но если посмотрели на красоту этих постройках чего не делаются и как-то так с вами был рирс всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайк рассказать об этом видео друзьям и подписаться на канал также нажимайте на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий когда будет новая серия да будет новая трансляция и кстати да приходите на трансляции из также в группа вконтакте вступает все ссылочки вы найдете в описании всем счастливо всем пока и 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